Парк культуры и отдыха 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 То есть это, собственно говоря, есть наш основной ценный груз, видоспецифический. На нём построены все человеческие отношения. Именно в коре хранится информация о социальных отношениях, воспитываются дети, воспринимают религии, правила, законы, неписанные принципы отношений и прочее. Это одна сторона медали. И, конечно, она вся очень хороша. Как вы воспитаете, такой у вас и будет. То есть вы хотите, чтобы он был умным, честным, добрым, он такой и будет. И потом будет всю жизнь страдать. Если хотите, чтобы он был мерзавец, вор, подлец и негодяй, то он будет крупным бизнесменом. То есть здесь, в общем-то, довольно всё просто. И в зависимости от того, какого конкурентного человека воспитаете, такие будут результаты. Если не воспитывать совсем, что в истории было неоднократно, а-ля Маугли такие ситуации, то ничего потом сделать нельзя. Это существо, выросшее, живёт по животным законам. И даже длительная адаптация к человеческому обществу к восстановлению не приводит. До какого возраста тогда вопрос воспитания может... С 3-5 лет, если попадают в природные условия, то уже ничего изменить нельзя. Дальше эти... Поняла. А нельзя натренировать, как мышцу этого... Нет, нельзя. Нельзя натренировать. То, что возникает в детстве, во время структурного роста мозга, когда связи между нейронами теми самыми... Образуются. Да, образуются. И закрепляются в связях системы памяти, отношений и прочее. Поэтому дети легче всё усваивают. Это принципиальный момент, и потом уже изменить его практически невозможно. Но это отдельный разговор. Так, это кора. Да, это кора. А теперь, что у нас называется подкоркой. Подкоркой называется всё то, что есть у наших предков более далёких. То есть, в первую очередь, у рептилий, в первую очередь, у амфибий и рыб. То есть, те, кто был в далёком прошлом. Это центры как раз те, которые в психологии ещё называют иногда подсознанием. Ну, психологи плохо разбираются в мозгах, поэтому они всё, что не понимают, они называют подсознанием или подкоркой. Вот, как правило, они больше одной структуры назвать из этой области не могут. На самом деле, их там очень много. И без всякой коры, рептилии, птицы, лягушки живут, размножаются, любят друг друга, испытывают нежные чувства довольно легко. То есть, вот эти все древние формы поведения, инстинктивно-гормональные, которые у некоторых людей и превалируют всю жизнь. То есть, они живут по этим же законам, что и лягушки. Вот, они находятся вот в этих местах, которые называются подкоркой или ещё подсознанием. Там всё есть. Там половые отношения, узнавание, распознавание, привязанность. Эмоции оттуда. Голод. И эмоции оттуда, естественно, чувство голода. Ну, то есть, то триединство, о котором я бесконечно говорю, то, что это еда, размножение и доминантность. То есть, ну, кто главный был бы им в стояне, если вы в стояне. Это определяется вот этими механизмами, которые движут человечество. В детстве, поскольку человек растёт медленно, да, конечно, в первую очередь созревают какие? Главные центры. По управлению пипиской, языком, желудком. То есть, зависть, стремление конкурировать с подростками, потом, как только созрели. То есть, то, что у животного и есть. Ну, то, что на самом деле есть и у животных, и у человека, и, собственно говоря, то, к чему обращаются наши основные законы. Потому что все законы оперируют с животными нашими, начал, и построены на них. А рассудочная, то есть, порядочность, это что не взвесишь порядочность. Совесть, её тоже не взвесишь. Ну, хотя иногда можно поправить дела, там, отнести некую сумму в некую теологическую организацию. Нет, ну, подождите, волк не будет резать больше овец, нежели чем нужно для стаи. Он же просто так в запас не будет их там складывать где-то? Он же будет резать или там совершать какие-то поступки? Ну, нарежет он с большим-большим запасом. Это хорошо всем известно. Запас пропадёт? Пропадёт, ничего, что делать. Конкуренция между видами достаточно жёсткая. И если овец много, он там зарежет, а если ему опасно, он одну и утащит. А если много, то может перерезать тьму. Сергей Вячеславович, я вот о чём хотела спросить. Я прочитала статью, и вот сейчас послушала вас и поняла, что всё в этой статье ложь и вымысел. А может, я и неправильно вас поняла, поэтому хочу утащить. Или неправильную статью прочитала? Да, может быть, заданно вперёд. Ну, смотрите, было сказано следующее, что мы руководствуемся в первую очередь подсознанием, то есть вот этими первобытными инстинктами, только потом идёт вот этот импульс в подкорку, там, где то, что... Да, в кору, спасибо. То, что обозначает нас как человека, высокоорганизованного. Это не обозначает, но если воспитали, то... Безусловно, да, я сейчас выражаюсь. Но вот в коре всё это не видоизменяется, а лишь оправдывается. Нет, ну это нормально. То есть нами руководят всё равно получается инстинктами. С статью написали, наверное, из тюрьмы или из психиатрической больницы. Ну вот, автор, в смысле. Ну вот, потому что человек обычно хочет вести себя как животное, и только социальная система отношений его ограждает. Но кора первоначально возникла у приматов в этом соль, собственно говоря, статья и есть. Она возникла не для того, чтобы думать или выполнять какие-то социальные... Поддерживать систему отношений. Для того, чтобы обеспечить эффективной работой ту самую подкорку. То есть наиболее эффективно добывать пищу, размножаться и уничтожать все подобных, чтобы оставить только своих потопков. То есть первоначальная задача. Но есть у нас область в мозге, очень важная, очень интересная. Лобная, та самая, которая молчащая, раньше называли молчащая, ну да, втыкали электродики у живых людей на операционном столе. Это на Западе, это ужасная Европа. Ну вот, и смотрели, что происходит. Что человек, оказывается, молчит в области, ничего там вызвать нельзя, и тогда постепенно пришли к выводам на основании патологии, повреждений мозга, о том, что она занимается ассоциативными процессами, то есть думаньем. Но самое-то главное, что эта лобная область возникла и большого размера, она возникла давно, еще у высших приматов, но большого размера у человека, со всей атрибутикой, необходимыми полями и подполями. Соль в том, что именно в этой области происходит торможение вот этих биологических процессов. А то есть я не кинусь в магазине, не заплатив, вот если даже очень голодна. Ну, в конце концов, кинетесь, конечно, куда вы денетесь. Ну, вот, но поначалу вы, конечно, будете сдерживаться. У вас будет плакать дома голодный ребенок, конечно, упадете и украдете. Да, тогда кинуть, конечно, да. И кухонный нож будет вашим средством добычи пищи. Это лучший пример. Ну, так вот, и все. Да нет, ну, просто сейчас я об этом и говорю. Как раз материнский инстинкт здесь сработал больше всего при формировании этой лобной области. Меня все время обвиняют всегда о том, что я, мол, плохо отношусь к женщинам. Да я очень хорошо к женщинам отношусь. И докажу это сейчас в трех словах. Так вот, просто исследования ведутся непрерывно, и они не останавливаются. Я не пересказываю, стараюсь не пересказывать одно и то же, если не спрашивают. Так вот, лобная область человека, те самые, которые мы думаем, те самые, которые приспособлены для нашего мышления, они, собственно говоря, возникли в результате только одной, одного процесса. Мы единственные существа на этой планете, которые можем делиться едой не с родственниками и не детьми. Потому что материнский инстинкт, когда говорят, о, какие тонкие чувства материнский инстинкт, ну, в общем-то, и многие осы, собаки, и менее крысы тоже делятся своими детьми. Ценности подобный инстинкт не имеет. Он имеет биологическую ценность для выношивания детёныша и их выращивания. В чём неизвестно, хороший ли я не буду. Поэтому материнский инстинкт никакой ценности, кроме кого, к производству солдат, не представляет. А вот инстинкты, такие, которые связаны с жизнью в большой группе наших архаичных предков, и дележкой пищи с неродственниками, для этого нужно очень сильно затормозить свою подкорковую деятельность. Потому что хочется же всё забрать себе, отнять, спрятать, выкормить собственного детевого ношения, ни в коем случае не кормить чужого. Но так собака даже домашнее рассуждает. Поэтому, когда вы ей дали уже сладенькую кость, попробуйте её отнять. Она и хозяина покусает. То есть, а человек делится, и вот это позволило нам делиться пищей, благодаря огромным лобным областям. Именно поэтому, когда девушки анорексийные перестают есть, доходят до определённого уровня, и дальше они преодолеть это не могут, потому что торможение лобных областей. Всё, и они умирают. Это неизлечимо, получается? Ну, конечно, нет. Но раньше можно было излечить в 60-е, когда была психохирургия, подрезали там нижнюю часть лобных долей, и она и начала есть. Ну, а сейчас мы лучше их отравим каким-нибудь дустом химическим, и будем это называть гуманизмом. Но это западная система двойных стандартов, которая у нас активно прививается. Подождите, а если вот от мозга отрезать кусочек... Не кусочки, надо подрезать. В лобные области зашли, скальпелёчком прорезали на 4-5 миллиметров, перерезали связи, которые определяют личностный характер. Вот для девушки это неважно, и так ничего не заметить. Ну, вот. То есть это было... А есть начнёт, жизнь сохранит. И потом, смотришь, и очухается, потому что даже при травмах в этих малозначащих для девушек областей ничего страшного не происходит. То есть известны... Известны, где находятся эти связи, в про нейронных связях, да? То есть где они находятся конкретно? Да, и была большая психохирургия, которую запретили из-за негуманности, а делать людей идиотами, накачивая наркотиками, седативными средствами, это гуманно. Ну, кому что нравится. Скажите, а можно ещё что-нибудь там подрезать в мозге, чтобы человек, например, начал писать стихи, или наоборот... Нет, вот с этим не получится. Немножко утешить можно. Вот знаете, есть такие операции по выжиганию комплекса эмоционального, как раз в подкорке, амигдалярный комплекс, ну, выжигают жидким азотом, с тихим, спокойным. Иногда с агрессивными животными так поступает. Вот я в своё время предлагал в 90-е это делать перед ЗАГСом. Кому? Мужчине для женщин? Ну, как в карты ляжет. То ли тёща, то ли... Решка орёл, ребята, подбрасываю. Что, что... Когда вы объясняли по поводу вот анорексии, пример замечательный, я почему-то подумала про Великую Отечественную войну. Я понимаю, что не все были героями, но вот... То есть, у меня родилась мысль какого рода? Что, получается, у всех, практически, у большинства подавляющего огромные были лобные доли, которые тормозили вот эти инстинкты самосохранения, раз люди шли на смерть. Ну, вы знаете, Вторая мировая война, там очень много мистики. И насчёт того, что идти на смерть в специфических условиях, когда тебе смерть, или мгновенная, или там есть ещё какой-то шанс, люди шли на смерть. Давайте не будем касаться этого вопроса, а то сейчас пострадавших и воевавших будет такое количество, которые не хотят слышать никакой правды об этом. Хорошо, давайте возьмём другой пример. Ну, допустим, мы очень много слышали примеров, когда, там, едет машина, ребёнок на дороге, и женщина подбегает и поднимает эту машину, останавливает её, значит, своими какими-то там неимоверными силами. Слушайте, ну, чудес не бывает. Машина тяжёлая, ну, полопались бы кости, провались в мышцы. То есть, в такие истории вы не верите? За что, вне сверхвосходности человека пробуждаются в какой-то момент, когда у него... Ну, есть препараты такие, которые можно давать, там, десантам, диверсантам, чтобы они, там, несколько минут утрачивали способность контролировать величину обратной связи при сокращении мышц. Нет, ну, есть наркотик перевентин, который давали этим самым, там, бомбардировщикам, которые летели, и бонзай, и всё, и до свидания. Ну, это всё есть, но, вы знаете, естественным путём такие вещи не возникают, поскольку у нас, как правило, обратная связь тормозит сверхсокращение мышц, чтобы собственные кости не переломать. Это тривиальная вещь. Хотя бывают ситуации, когда человек выжимает всё из возможного. Ну, как правило, это рассказы бабушек на лавочке. К сожалению, не подтверждают. Хорошо, давайте поговорим об обмене информации. Вообще, в принципе, связь существует между коркой и подкоркой. Вот обмен информацией и вот контроль можно установить между? Ну, конечно, конечно. Когда девушка одевает своё самое лучшее платье и прыгает с 12 этажа из-за неразделённой любви, конечно, связь есть. Она в зеркало смотрит, как она потом будет выглядеть, достаточно ли хорошо. Такая связь есть. Прыгает. Что первично здесь? То есть у меня эмоция родилась в подкорке, я хочу покончить жизнь самоубийством, а потом корка, ну, ты же должна красиво умереть, так, чтобы все поплакали посильнее. Потому что девушка не контролирует. Всё на подкорке. Девушка в любых случаях не контролирует. Она думает всё равно, даже в момент смерти, о своей последующей половой привлекательности, хотя это не имеет значения. Это говорит о силе инстинктах, а не силе интеллекта. То есть это говорит о том, что у девушки было... Как не было ничего в голове, так и осталось. Так вот. Ваши отношения к женщинам уже понятны? Нет, нет, нет. Так я же не договорил, что лобная область, благодаря которой мы можем мыслить, и возникла для того, чтобы делиться пищей. Этот тезис понятен в больших популяциях. Но кроме лобной доли у нас же есть остальные. Секунду. Так вот, больше всего делится женщина, как известно, пищей своими потомками. Больше всего. Ну, иногда с мужьями. Ну, по остаточному принципу. Ну, так, да. С потомками делятся очень хорошо. Поэтому отбор был такой. Эти лобные области сформировались у женщин, понимаете, как инструмент выращивания, длительного выращивания и выживания их потомков. А мужикам достались в качестве бонуса, поскольку генетический обмен есть. И у мужиков лобные области оказались невостребованы. Потому что, знаете, чем занимаются мужики, как только одна женщина забеременена, тут же ищет другую, чтобы сделать с ней то же самое. И благо, что они не очень долго заботятся, не часто выращивают и ведут себя, в общем-то, полигамно. Так вот, эта лобная область им досталась от бедных, несчастных, замученных биологической сущностью, женщин, как бонус. И они вместо того, чтобы прикладывать эту самую лобную область, куда и женщины, к воспитанию детей, заботе и прочее, стали использовать их всяким гадким способом. Придумывать всякие новые вещи, разрабатывать предметы, машины, радио и прочее, прогресс человечества таким образом в корне возник в результате развития лобной области, связанного с женской заботой о своем потоке. То есть, отбор действовал через эту систему. А мужикам достался в качестве бонуса. Вот они и пользуются, и вредят человечеству, изобретают атомные бомбы. Так что, женщины, будьте внимательны к моим словам, не надо меня ругать за то, что я вас не люблю, я вас ценю, и очень благодарен, потому что я могу думать, в том числе, благодаря тому, что вы много лет страдали от давления эволюции. Хорошо, кроме лобной доли, у нас же есть еще и другие части, там много сказано, и там рассказано о гипоталямусе каком-то, который там якобы можно пересадить собаке, из нее вырастет человек. Ну, просто психологи обычно слово гипоталямус умудряются запомнить, как гипофиз. Ну, дальше их знания не идут, а это просто популярность этого всего возникла в 60-е годы, плюс еще этот авантюрист Фрейд, сексуальный, так сказать, проблематик, который сам учился, как известно, от неразделенной любви, от глубокой старости, и не знал, как решить. У него что болело, о том он и говорился. Ну, это отдельный разговор, это отдельный комикс такой, Микки Маус, психология. Но суть-то в том, что да, другие области есть, другие области важные есть, и причем у нас, кстати говоря, что зрение, вот зрительная система, мы же зрительные звери, мы все должны разглядеть, увидеть, а у нас забывают все время, в той же самой коре мозга, та же самая половая, половые центры, меж полушариями находятся, занимают почти такой же размер. Поэтому у нас, представляете, подкорка, та самая, примитивная, животная, все проходит через половой фильтр, через биологический смысл сегодняшнего существования, да и в коре поддержка этого всего самого есть. То есть я сейчас и вас воспринимаю через половой свой фильтр? Конечно, потому что у нас неокортекс, то есть новая кора с бороздами извилинами возникли еще во времена рептилий, из рептилийной закладки центра полового обоняния. То есть ничего хуже придумать, как мыслить центрами, которые возникли в управлении половым поведением. придумать было невозможно. Над нами эволюция сильно посмеялась. Мне перед вами неудобно эти слова. Да, друзья. Ну, поделать ничего нельзя, к сожалению. Хотя, я согласна, я даже тут, я просто скорее пошутила, но я тем не менее согласна. Я все воспринимаю по собственному примеру. Наверное, через это. Да, вот интересно, через какие центры мы принимаем информацию и новости на маяке, но об этом поговорим уже в следующей части нашей программы. Парк культуры и отдых. Сейчас все пересуримся. Все мамы дуры, и я в этом убеждаюсь, они из меня такое делают. Подождите, сейчас все обсудим, сейчас все обсудим. Друзья мои, подождите, брэк, брэк, сейчас я буду судьей сейчас здесь в этом споре. Да, главное, аллея парка культуры и отдыха на маяке у нас в гостях. Сергей Вячеславович Савельев. Сергей Вячеславович, спасибо вам огромное, что потратили утро выходного дня на нашу программу. Эволюционист, палеоневролог, профессор, руководитель лаборатории развития нервной системы человека Института морфологии человека РАМН. Сергей Вячеславович, ну вот за кадром мы здесь беседовали относительно, но не будем сейчас удаляться, мне кажется, в подробности разницы между мужчиной и женщиной, потому что, ну, это другая совершенно тематика, мы сегодня обозначили наш разговор как кара и подкорка головного мозга. Меня, например, больше всего заботит следующая история. Я слышал, да, ну, опять же, слухи ходят по Европе, там, значит, и по миру, по всему, что у нас наш мозг настолько теоретически совершенен, что он записывает всю, всю линейку, которую у нас есть, ощущений, информации, зрительной информации и так далее, и так далее, но у нас, к сожалению, нету прямого доступа вот к этой информации, которая хранится где-то внутри. Если бы были какие-то налаженные связи, то есть я мог бы вспомнить себя в утробе матери, там, допустим, в три года, что со мной было. Я бы могла 18-й маникюр вспомнить, не первый, не третий, а именно 18-й. Да, то есть доступ как в компьютере, то есть вот папка, которая была создана там 3-го апреля 1974-го года. Да, здорово все. Вранье от начала до конца. Спасибо. Ну вот, это первое. Во-вторых, значит, все это начинается, знаете, как инопланетяне стали появляться активно после того, как мы стали в космос летать. Как компьютеры появились, все тут же стали говорить о бесконечной памяти. Вы знаете, фантазии безграмотных инженеров и физиков, математиков, которые лезут в биологию, ничего не понимая, зачастую даже в собственных науках, производят угнетающие впечатления. На самом деле, в этом-то и раз отличие мозга человека от компьютера, потому что в нем есть принципы, которые в компьютере реализовать невозможно вообще. То есть, что бы они не придумывали там своими программами, которые все равно строятся на точке прямой плоскости и последствий цифр, все это ерунда полнейшая, потому что мозг обладает одним-единственным, одной-единственной особенностью, которой не обладают компьютеры. Мозг все время структурно перестраивается. Ну, сейчас тут же скажут, ну, мы запрограммируем, там он будет перестраиваться. Вот, программировать не надо, потому что это биологическая вещь, которая не программируется, а адаптируется, то есть, изменяется в соответствии с внешней средой. И поэтому все эти проекты по созданию нейрокомпьютера, это просто отъем денег у государства. Я бы тоже, честно говоря, так хотел пристроиться, ни за что не отвечаю, точно никогда никаких результатов не будет, а деньги получили. Значит, почему нельзя? Потому что мозг всю жизнь образует и разрывает связи, по которым проходят сигналы, хранящие информацию. И то есть, наша память, она все время изменяет наши прошлые образы, естественно, в лучшую или в худшую сторону. Что нам там понравилось, не понравилось. Естественно, память существует кратковременно. Если она биологически не востребована, не проверена несколько раз ее ценность биологическая, она полностью выпадает. Ничего вспомнить про маникюр 18-й не сможете. Да. Я бы не пыталась. Но у нас есть такая особенность. Вот вы, например, учите чего-нибудь важное, нужное, читаете, занимательное. Потом вас зовет бабушка на кухню. Вы приходите, а там пока они вызывают какую-нибудь рабонию зауру, чушь какую-нибудь огородную, или там, пусть говорят. И вдруг вы смотрите в этот ящик и через две минуты понимаете, что вы это запомнили все. Приходите и даже не помните, чем вы занимались. Почему? Потому что еще есть один процесс в мозге, вот эти долговременные связи возникают случайно в момент образования синаптических, то есть межклеточных контактов между нейронами. Если в этот момент, когда вы бросили взгляд на телевизор, произошло большое количество связей одновременно, то вот этот вот ресурс вы воспользовались по-дурацки, то есть вы запомнили то, что вам не нужно. бессознательно произошло тогда? Да, конечно. Как загадать, когда этот момент не ступает? А никак, Дело в том, что каждый день у нас только в коре 11-12 миллиардов нейронов образуют 2-3 постоянных связи синаптические, а раз 40 дней каждая клетка образует 40-50 контактов одновременно. Если это событие совпало с изучением вами, например, китайского языка, в этот момент запомните кучу этих тараканистых иероглифов. А если не совпало, будете долбить долго-долго, то есть это до известной степени случайный процесс, построенный на том, что нейроны образуют связи и их разрушают в другом месте. А подгадать можно, когда вот это вот... Нет, только фактором времени. Только не... Подгадать вы хорошо, да не получится. Это происходит от очень многих переменов. Нейроны, они постоянно едят, мозг же ведь очень такая дедучая штука. Он постоянно ест и съедает даже в состоянии покоя, об этом много раз говорил, до 10% всей энергии, то есть всего, что съели, выпили, вдохнули от организма. А если, не дай Бог, думаете, то в 2,5 раза больше. 25% всего поедает орган, который весит 1,5 от массы тела. Как же тогда объяснить учёных мужей, большие мозги, вот этих умнейших людей, они же не могут постоянно подгадывать это совпадение. Что вы думаете, я что всё время думаю. Ну, сейчас. Ну, вот это невозможно, потому что, если ничего не подгадывать, надо регулярно этим заниматься. Просто все всё время путают учёных и людей, которые варятся в науке и накапливают некий объём знаний, для которого нужно много лет. Вот объём знаний и поиск нового, это две больших разницы. Понимаете? Выучить 2000 начал шахматной игры и стать там мастером международного класса. Это комбинаторика. Это не наука. Наука — это создание того нового, чего до тебя не было в природе и в обществе никогда. А говорят, человек не может создать нового. Он может только компилировать то, что он когда-то раньше не знал. Вот как раз шахматисты это и говорят. Потому что они занимаются компиляциями сплошными, потому что у них там набор шахматных движений, которые они... Не могут запределать доски вывезти. Да, поэтому компьютеры в шашечниках быстро обыграли всех моментально. Там мало вариантов. А шахматы вот сейчас всех обыграли. То есть это лишний раз говорит, что это линейный комбинаторик, а никакой не творчество. А как же озарение? Как это вот инсайт, о котором там долго говорят? А, так вы про это хотите? Нет, про это тоже. Ну, инсайт. Нет, ну, с художниками вообще отдельные, скажем так. Это знаете, как про певцов. Вот отлично поют соловьи, а у них коры нет. Вот. Я ясно изложил, да? Ну, в принципе, да. Некоторые до революции был такой поговорка, присказка. Знаете, глупа, как балерина. Вот это когда женщины хотели сказать что-нибудь плохое. Вот говорили так, обзывали так. Я не придерживаюсь этой точки зрения, но так было. Потому что давно замечено, что подобные одарённости там часто связаны с недостаточностью некой. Особенно моторная одарённость. Мощные моторные центры, но всегда в мозге что-то происходит за счёт чего-то. Мозг-то он не бесконечно может увеличивать. Ну, значит, вот, если у вас большие одни центры, значит, какие другие будут не очень большие. Ну, хорошо, но Е равно МЦ квадрат придумал один человек, а не сразу 10. Ну, это не факт, что он сам придумал, но это отдельно. Ну, это хорошо, там есть разговор о том, что любовница ему там какая-то или жена ему там какая-то подсказала, там ещё кого-то украл, неважно. Но кому-то одному, одному же приходит эта идея-то в голову. Да, но эта идея уже висела в воздухе, вы меня простите. В то время был всплеск огромный, мощнейший занятие теоретической физики. Мы стали понимать, что мир не так консервативен, как представлялось в 19 веке. Прогресс был огромный. Вы вспомните, какие имена там, начиная от Планк, Резерфорд, Бор. У меня, извините. И это была волна такая. То есть, если бы не он, то Бор придумал. Ну, конечно. Ну, конечно. Это в науке обычно вот уже созревает некая подготовка к этим прорывам. Хорошо, а Пушкин? Пушкин. Вы знаете, один из наших поэтов сказал очень точно, почитайте стихи Пушкина, они все плавают в спермическом бульоне. 14 лет. Какие там мысли? Вы о чём? Нет, не мысли, я сама форма выражения мысли. Форма выражения прекрасна. Это талант, он гениальный поэт, безусловно. Никто с этим не спорит. Но всё идёт через вот этот центр. Ну, если это касается полового центра, тут всё хорошо. Посмотрите наших поэтесс известных. Не буду называть, а то опять сейчас меня съедят поедом. Гормоны кончились, кончились стихи внятные. Всё. Как за что ни возьмись. Понимаете, мы путаем... Так вы здесь творите Фрейду? Нет, мы путаем две разные вещи. Есть области человеческой деятельности, которые построены на инстинктивно-гормональных формах поведения, на гормонах, на чувствах, то, что называется. И тут особого ума не надо. Надо уметь излагать свои мысли. То есть, сочетание элементарной грамотности, верткости ума, оно на фоне гормона, гормонального стресса. Как у детей, которые в большинстве пишут стихи от неразделённого гормонального фона. Ну, вот так и здесь. Это одно. Это то, что называется выражение чувств. А чувство, простите, животного происхождения. А если мы говорим об интеллекте, то это интеллект не чувствовал как раз. Вот интеллект мало сочетается с этими делами, хотя умные учёные, которые пытаются эксплуатировать свои половые, в том числе, эмоции, пытаются использовать моменты таких эмоционально-гормональных стрессов, чтобы их как раз что-то озаряло. Ох, бедняги, да? Они не могут расслабиться и просто любить. Они должны здесь поработать. Ну, а иначе ты никак не заставишь чуть-чуть мозг работать поинтенсивнее, получше. Значит, на гормональном фоне, когда человека раздирают разные весьма сомнительные желания, вот это, в этот момент творческий учёный начнёт заниматься чем-то, то решать проблему, то он решит её быстрее, конечно, потому что... Должна быть счастливая, нужна счастливая семья на жизни или наоборот? Никакого значения не имеет. Главный скачок. Главный скачок. Новая женщина. Удачная. Ну, почему новая женщина? Всякие могут быть. Ну, ладно, я в фантазии поскать с ней буду, это немножко другая, как вы говорите, тема. Я хотела вот о чём спросить. Вы говорили о том, что вот, когда про память Кирилл спросил, что храним образы, которые наша память меняет... Да, всё время. Да, всё время. То есть, получается, мало того, что мы в прошлое, прошлое у нас уже иллюзорно получается. Да, конечно. Мы его как-то сами себе придумали, как нам удобно, но и оно там хранится. И я ещё хотела про настоящее. Вот я сейчас смотрю на вас своими глазами, Кирилл своими глазами, и каждый, есть у меня подозрение, видит немножко по-разному. Конечно. То есть, это тоже, получается, иллюзия. Ну, конечно, различие. В этом основная проблема сегодняшнего человечества. Почему невозможна толерантность? Почему не можем договориться между разными народами, даже между разными людьми, принадлежащими одному народу? В чём дело-то? Индивидуально изменчивость человеческого мозга превосходит всё мыслимое. Мозга просто не видно, на самом деле, он индивидуально изменчивый. Ну, представьте себе, что если вот вы говорите, смотрим друг на друга, но в норме, я не говорю про гениев или талантов, в норме, среди обывателей, вот, к которым я себя отношу, человеческий мозг изменяется только по размерам зрительной области, это значит, миллиарды нейронов в разнице, в три с половиной раза. За какое время? За всю жизнь? За какое? Вот вы родились, у вас в три с половиной раза больше, чем у меня, и вы на меня действительно смотрите другими глазами, потому что вы видите в три раза лучше и понимаете то, что видите в три раза лучше. У одного полтора миллиарда нейронов, а у другого пять миллиардов нейронов в зрительной системе. И мы не можем с вами видеть одинаково, потому что вы больше анализируете, глубже смотрите и больше видите. С чем у меня человек, ему лучше еще и видит, получается. Так нет, это и называется индивидуальные различия организации мозга. И в этом суть того, что люди не могут между собой договориться, бесполезно человеку, у которого гигантская зрительная область, объяснять красоты, тонкости, пейзажи, если он их видит хорошо, а рядом с ним стоит человек, который отдален в слуховом отношении, он практически слеп, как рот, потому что у него в четыре раза меньше нейронов, ну и что он там разглядит. Он, конечно, сымитирует, он скажет, да, это прекрасно, потому что мартышки, как известно, прекрасные подражатели. Ну, на этом все искусствоведение стоит. Дождите, а это вот кратно, то есть, грубо говоря, на мозг там 100 единиц, да? Нет, на мозг примерно 300 полей, подполей в коре головного мозга, то есть, в которой мы говорили сегодня. Из этих 300 полей разница по многим структурам, она не одинаковая во всем мозге сразу. Например, по зрению в 3,5 раза, по слуху в 3,5 раза, по подкорке тоже в разы. Нет, я к тому, что вот человеку, как существу, ему дается, допустим, там 100% вот этих вот связей, да? Нет, не дается, нет, не дается. 100% связи, это 100% нейрон, потому что нейрон, отросток и связи, тело нейрона, и связь это одно и то же. То есть, просто в рождении дается человеку, например, там миллиард нейронов зрительную систему, а другому дается 5 миллиардов. Но, но 995 на слуховое, допустим, не зрительная слуховое. Не обязательно, это может оказаться в ассоциативной области, еще и мозг может быть просто меньше. То есть, все равно 100% существует, где бы они не были распределены. Нет, в этом-то все дело. Дело еще хуже. Есть области под поля в мозге человека, которые у одного есть, а у другого вообще нет. Как калоши, или ноги мокрые, или сухие. Так что, и бесполезно воспитывать, искать. То есть, есть такие ситуации, я это описываю в своих книгах, и они хорошо известны, цитархитонически, то есть, доказано. У того же Маяковского, там, например, в нижней части лобной области, это опубликованные данные, было дополнительное лобное поле, 47-й Х, так называемое, которого бы ни у одного человека больше не было встречено. Зато в нижней височной двух полей не было. Ну, а у нас точно одна, наверное, 60-я часть нашего эфира отдана под рекламу. Парк культуры и отдыха. У нас в гостях Сергей Вячеславович Савельев, эволюционист, палеоневролог, почему я все время спотыкаюсь на этом слове, профессор, руководитель лаборатории развития нервной системы человека, Института мурафологии человека РАМ, Сергей Вячеславович, спасибо вам огромное, что пришли к нам. Вот, можно личный вопрос задать? Да, конечно, конечно. А вам не скучно жить? Нет, почему? Мне очень весело. Нет, у вас вот так, нет, вы очень веселый, такой в меру циничный и ироничный человек. Я в плане того, что вы, вот сейчас вот мы слушаем все, да, и вот у вас сразу моментально, мы о чем-то говорим, у вас сразу вы выставляете это все с точки зрения деления на вот нейронные связи и все остальное. У вас, вот точно даже, как вы сказали, про поэтов, про художников, вот отдельные люди, это вообще это самое там, что-то такое, да? У вас какие-то, бывают такие вот... Восхищение, Восхищение, или, не знаю, взлеты внутренние, когда говорят, это недостижимо для моего мозга или там, допустим, вообще для мозга в принципе. Ну, конечно, конечно, нет, для моего мозга, ну, что, недостижимо? А то, что вы достигаете, нет, вот это вот понятие того, что ай да, ай да, вот не знаю, Серега, ай да, вот, вот. Это про себя или про кого-то? Про себя, про себя, про себя. А, про себя, ну да, бывает, конечно, радуешься, но это знаете к сожалению боюсь таланта тут не так много просто я терпеливый но вот достаточно человека я талант вмещается в понятии мозг понимаете вот вы когда даже будете супер талантливым но нужно очень долго этот мозг заставлять во-первых работать а во вторых снабжать разным материалом всяким кормом и едой в том числе и потом тебе может быть повезет в какой-то момент времени это все сложится и тогда вдруг до тебя доходит какая-то вещь которая потом кажется всем очевидный спустя там 10-15 лет когда уже то я не рассказал много разбит ну ну естественно это же здравый смысл так легко догадаться от года забыл невозможно то же самое и со всеми остальными то есть к сожалению заставить мозг решать не биологические задачи и мне также трудно как всем остальным жонка отлично решает там еда размножение доминантности родственные отношения работа все что связано в конце концов с этими тремя пунктами это тут он об этом с удовольствием думает ну как же ты подумал получил колбаску отлично прямое подкрепление как у собаки павлова но а заставить мозг работать решать проблему как там например почему мозги изменялись у наших предков миллион лет назад архаида очень трудно потому что мозгу нашему эгоистичному биологичному непонятно на кой лят мне это нужно все зачем ему решать проблему про каких-то пяти кантропов когда надо думать о колбасе и там нового автомобиля или об адронном коллайдере ну а дроном коллайдере нет андрон и коллайдер запринять есть в науке очень много тонкостей дело в том что иногда доминантность достигается исключительностью при отсутствии содержания вот андронный коллайдер это классическая такая штука которая позволяет многим физикам хорошо жить при отсутствии достаточно внятных результатов там даже бозон вроде нашли его по бозон вероятность существует 50 процентов а если бы нет понятно да то есть отличная вероятность и это считается большая вероятность физической среде и физики не дадут собрать скажите а что остальное что такое сойти с ума вот чтобы понять и сойти с ума можно ли сойти с ума ну конечно люди иногда от шока травмы то что что происходит в мозге мозг у мозга есть много механизма додельный разговор много механизмов защитных реакций среди которых есть такие которые вот изменяют реальность в результате такого то есть имеют реальность восприятие это психиатром от защитный механизм хорошо защитный механизм есть еще один который я это испытывал на себе несколько раз когда мозг отключает контроль за болью то есть когда больно становится настолько как вот у женщин во время родов допустим да у них как мужчин при удалении камней и через мы читаем вполне возможно то есть какие-то моменты вот это что это защитная реакция мозга самого у него есть какие-то механизмы они учили на предельное возбуждение это хорошо известность физиологии он заникает торможение глобальное да действительно а это можно как-то поставить себе на всегда не всегда вот с теми же почками или меня органами малого таза там у женщины это проблематично там долго не отключается важный процесс осознательно можно вы доничь такого тренинга если ты будешь контролировать это сделать что-то не так и родиться не то что должно ранее нет вы знаете такие вещи которые у нас делает автономная нервная система надо ставить ей ну вы когда вот сейчас пойдете есть бутерброд так выполнять первую мою заповедь еды ну и все вы что следите как он а упал пошел налево так чуть правее 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 упал в желудок к холодную воду пьешь но вы чё там толкаете бутерброд силой мысли что сокращением не там есть аурбаховское сплетение который все гонит и вы об этом не думайте но вот так есть многие вещи которых лучше не вмешиваться автономные но их и не нарушать то есть когда организм освободил нашего в процессе эволюции нашу голову вот таких мыслей которые я думаю есть у акулу тех же самых то она как раз и стала заниматься тем чем мы так ценим среди людей более абстрактными вещами нашим в нашем человеческом сообществе а как вы относитесь к такому понятию как дети индиго то есть дети которые сейчас совершенно иные вещи начинают делать нежели мы в свое время или предыдущее поколение и постигают они совершенно другие и с другими скоростями то есть это связано чушь собачья да отлично дети индиги дети индиго это изобретение психологов для того чтобы у богатых людей у которых обычно плохо воспитанные очень плохо обученные и дикие дети снимать с них деньги никаких детей индиго чудесных нет это способ обмануть родителей поскольку инстинкт материнский эксплуатировать для бизнеса вот дети интим для этого и нужно я вычеркиваю дети так же точно как были и сто лет назад это все сказки про информацию которая где то есть есть шум информационной информации реальные кому какое мне дело где там утоп какой-то корабль за 10 тысяч верст это пойти имитация среды просто наш мозг так устроен что он готов пойти во все тяжкие для того чтобы имитировать жизнь а не рисковать в реальности это вот это вот инстинктивная форма поведения который строится все масс меди и все эти сказки а дети индиго такие же точно не воспитанные дети как и 30 20 100 лет назад которые просто не могут нормально учиться которых надо побольше прошу прощения драть так не наоборот считаются дети индиго это одаренный сверх одарена как у них у них аура синего цвета вопрос на сколько вы знаете как прапорщик задов говорил а за сколько вот из любого ребенка может сделать индиго если его родители смогут за это заплатить никаких детей индиго нет все это вранье повсюду же самое что и в семидесятых да абсолютно где все дети псевдоиндиго те гении которые были специально государственной программы они стали обывателями алкашами и бомжами хорошо вот говорят что некоторые йоги могут приостанавливать биение сердца или там вот руководить своим желудком биение сердца это простите я могу остановить на вот проблем никакой нет а вот руководить желудком это знаете вранье вокруг йогов связано только с одним посмотрите на продолжительность жизни йогов в индии и успокойтесь а сколько они живут меньше чем среднем населении успокойтесь ради бога левитации управления даже сидение под деревом не помогает я не напрасно вот пять минут назад задал вопрос вам не скучно ли жить что вас может восхитить и привести очень в восхищение ну пожалуйста восхищение меня вызвал степанцов на вашем же годовом юбилеи что он придумал хорошие стихи и хорошо их читает редкий честный поэт восхитил спасибо вам огромное у нас гостях был сергей салович савельев эволюционист полива невролог профессор руководил лаборатории развития нервной системы человека института морфологии человека рам спасибо вам огромное сергей вячеславович спасибо если не против может еще будем приглашать спасибо до свидания буду рад вас развлечь спасибо развлечение у меня еще пара тройка образу благодарим всех тех кто помогал нам сегодня делать пар культуры отдыха это ирина максимова наш звукорежиссер юлия измайлова наш редактор мария бочейна да и кирилл радцев до свидания друзья до выходных